Красный, чёрный, белый, бордовый, золото, шоколад. Яркие цвета и разнообразие фасонов остались лишь в памяти портнихам за колючей проволокой не до изысков. Их продукция – военное мундирование. Организаторы мастер-классов предлагают осуждённым подняться на другой уровень и научиться конструировать модную одежду. До сих пор осуждённые 32-й женской колонии имели дело лишь с моделями стиля милитари. В режимном учреждении шьют камуфляжную одежду для Министерства обороны и МЧС. Сейчас у девушек появилась возможность проявить себя в таких стилях, как ретро, панк, гламур, спорт и прочих направлениях моды. Мы привезли сюда разные пёстрые, нарядные женские фактуры, для того, чтобы у них была возможность на тактильном уровне соприкоснуться с какой-то другой жизнью, которая осталась за пределами этого заведения. Тема занятий – стили и тенденции в современной моде. Принципы работы с разными видами тканей. Создание авторской модели одежды. Осуждённая за распространение наркотиков Елена Шапошникова в швейном деле пока новичок, но надеется стать профессионалом. Я отбывала срок наказания на кунгуре. Там я не шила, мы там изготовляли ботинки. И сюда приехала, просто привели меня на второй день на фабрику. Всё, посадили, и мне понравилось. В будущем, я думаю, что это мне очень пригодится. Самый долгожданный этап конкурса – кастинг на фэшн-показ. Главное требование к претенденткам – уверенно чувствовать себя на каблуках. Однако на всю команду начинающих манекенщиц нашлось всего три пары шпилек. Модельные туфли надевают по очереди. Учреждения считают – главная творческая реализация заключённых. Профессия швей-закройщицы с навыками модельера всегда популярна и наверняка пригодится женщинам после освобождения. У осуждённых женщин, получается, есть уникальная возможность, находясь за решёткой, получить образование, сделать себе имя как модель, как модельер. Возможно, дальше потом эти модели будут производиться массово и продаваться в свободной продаже. В Китае шьют, во Вьетнаме шьют, в Люберцах шьют. Почему не могут шить в Перми? Интересная одежда с пермской символикой, сделанная руками женщин, с любовью. Финал конкурса намечен на середину мая. Помимо пермских модельеров, в жюри войдут представители швейного бизнеса и потенциальные заказчики – хозяева предприятий торговли «Прикамья». Елена Иговцева, Александр Аксёнов, Телевизионная служба новостей.